Паниковать нельзя, успокоиться. В Чувашии вводятся новые методы профилактики коронавируса. По 44 миллиона на благоустройство. Аллат и Реканаж стали победителями конкурса «Малые города» и «Исторические поселения». Наши в Третьяковке. В главной галерее страны открылась экспозиция из собрания Чувашского художественного музея. Сегодня в Доме правительства обсудили предварительные итоги социально-экономического развития республики с начала года. О достижениях и ожиданиях в сюжете Дмитрия Ковалева. Бюджет – главный барометр самочувствия экономики региона. Доходы республиканской казны продолжают расти. Выше аналогичного периода прошлого года поступление налога на доходы физических лиц, как и одного из основных источников доходов, рост на 5,5%. По подорцезным товарам рост на 1%. Налоги на совокупный доход – почти 24%. Налоги на имущество – 19%. Поступление из федерального бюджета увеличится. Республика должна получить порядка 28 миллиардов рублей. Для промышленного комплекса начало года стало уверенным стартом. На большинстве предприятий региона выросли объемы продаж. Солидный пакет заказов у машиностроителей, производителей, электротехники. По прогнозам, объем отгруженной продукции предприятий по итогам года достигнет отметки 250 миллиардов рублей. Инфляция ожидаемо снижается. В июрале 2020 года по отношению к декабрю 2019-го инфляция в Чувашии составила 0,6%, ниже показателя по российскому фону на 0,1%. По импотребительству на товар в суде Чувашия среди регионов, что опыта занимает 5-е место. Не всегда эффективно, отметил Олег Николаев, в республике работают соглашения государственно-частного партнерства. В Рио главы региона поручил провести детальный анализ проводимой работы. Давайте мы включим в поручение проанализировать все действующие соглашения о государственно-частном партнерстве, которые заключены в Чувашской суббикой со всеми организациями. Давайте до конца недели мы посмотрим, как они реализовываются. И просил бы мне в конце недели Иван Борисович организовать соответствующее совещание. В социальных сетях часто поднимаются вопросы нехватки медицинских масок в рознице. Олег Николаев привел в пример опыт других регионов, где эта проблема решается радикально. Когда регионы уже достаточно оперативно организовали производство у себя, используя свои мощности масок, надо посмотреть. И технологию, самое главное, вопрос, я так понимаю, не сертификация, а называется регистрация, по-моему, да, регистрация в соответствии этих масок. Давайте мы изучим оперативно эту лучшую практику. Еще одно поручение членам правительства проработать с Министерством промышленности России вопрос дополнительных поставок медицинских масок. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Валерий Резюков. Республика.